привет ребята в этом видео я вам расскажу и немного покажу одну из частей нашего путешествия штат делавер вернее останавливались там и штате делавер но мы несколько раз ездили в штат мэриленд который был буквально там пару миль от дома от дома в котором мы останавливались и ездили мы даже два раза ездили в так называемый ассатиго стейт парк вернее даже да по моему это стейт парк написано но также там на карте обозначена national gateway и кстати там запрещены паленый дронов поэтому видео с дрона вы здесь не увидите так как к сожалению это незаконно нужно какие-то разрешения получать я с этим не знаю как с этим связываться как-то можно получить разрешение но это нужно куда-то писать куда-то звонить что-то объяснять в общем бесполезно этим заниматься просто нет смысла поехали мы туда во первых потому что это уникальное место вообще для соединенных штатов америки это единственный остров где живут дикие лошади они их называют дикие пони но эти пони видимо так хорошо питаются они так выросли что они размером ну почти с обычного коня то есть они конечно чуть поменьше обычной лошади но намного больше вот этих вот обычных домашних пони которые можно там увидеть много где на фермах разных не знаю в парках где угодно поехали мы туда там хороший пляж ну как всегда так как это значит национальный парк вот что-то я сумелся национальный парк или стоит парк ну короче въезд туда все равно платный он как бы идет на деньги идут на развитие этого парка по-моему въезд стоил если я не ошибаюсь 20 долларов за машину неважно сколько в машине человек и он действует 7 дней то есть 20 долларов за неделю ты можешь туда-сюда заезжать выезжать сколько хочешь в течение 7 дней ну поэтому мы так посмотрели классное место и пляж там классный и поэтому мы решили туда поехать еще и второй раз ну на пляже там покупались это понятно там есть несколько дорожек по которым можно пройти посмотреть значит что там есть там даже на этих дорожках есть таблички значит номером телефона набери такой-то номер телефона и потом набери там конкретную какую-то цифру и тогда тебе по телефону включится запись и буду тебе рассказывать вот конкретно об этом месте где ты сейчас вот стоишь находишься рядом с этой табличкой ну классно сделано что я могу сказать в общем-то довольно интересно но наша цель была конечно посмотреть на этих диких лошадей ну и детям показать интересно же нигде такого места в америке больше нет один единственный остров в интернете очень много разной информации даже противоречащий где-то написано что эти лошади после кораблекрушений каких-то добрались туда ну во время еще в те времена там лет двести там допустим назад да когда еще не было авиации никакой то есть все было нас на судах доставлялась сюда и вот значит по одной версии эти лошади с погибших кораблей приплыли и стали там жить на этом острове и стали там и размножаться и их очень много там на самом деле даже то что мы видели там целое целый табун лошадей был ну очень классно я уверен что видели мы далеко не всех они же не все вышли там к нам в дороге ну на самом деле мы их долго искали искали никак не могли найти диких пони мы до сих пор пока гуляли гуляли здесь не встретили диких лошадей но они здесь точно есть и вот перед вами вы видите доказательства этому факту они здесь точно есть и навалили они конкретно в общем это все что пока успели найти в итоге мы уже как бы ну и в три на пляже покупались и там на другие пару мест съездили посмотрели как крабов ловит и все ну и уже решили ну все ну пора ехать домой ну не знаю не увидели мы лошадок и как раз на пути на выезд из парка по дороге нам встретился большой табун лошадей и ну дети были просто в восторге лошади ходили прям вот близко вокруг чуть ли не вокруг машин там на самом деле висит знак нельзя подходить к лошадям более чем на 40 футов но они как бы вот прям посреди дороги вышли к машинам как бы чё делать ничего не сделаешь вы просто встали спокойно остановились и ждали пока эти лошади значит пройдут до дикая лошадь дикая лошадь да там их много вообще ну все увидели лошадей а то блин я уже думал приперлись они пони маленькие очень интересно разных цветов эти лошади в основном конечно такие вот коричневые но попадаются и бело-коричневые как в цвет раскрас такой коровы попадались что-то по моему черные немножко но в основном да в основном коричневые причем у них такая кожа гладкая блестящая такая красивая создается впечатление что как будто за ними ухаживают но они ж дикие 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 ой сзади идет ой надо окно закрывать ой надо окно закрывать а то опасные они посмотри прям мимо нас идет здравствуйте здравствуйте лошади хоть бы не легнула по машине будет страховки объяснять почему у нас там машине не то а то они могут они они пони хоть называются но они как лошади размером почти смотря не намного меньше мельче чем лошадь вот это делает смотри чё она делает там если мы не будем двигаться то в принципе они не должны нас там испугаться особо не вот это просто стоит мы можем в принципе проехать но вдруг мы ее испугаем опа вот они откуда какашки на дорогах сейчас будет сейчас будет представление опять же есть слух что зимой работники парка их немного подкармливают там то есть сами бы они может быть не очень сильно бы выжили и вот так вот размножились в большом количестве но это опять же это версия из интернета одна из версий другая версия что эти лошади не из погибших кораблей они просто сбежали от своих хозяев от тех кто их привез в америку индейцы захватывали лошадей они могли от индейцев тоже сбежать но в общем в итоге так получилось что они на этом острове вот обосновались и стали там жить на этот остров идет мост довольно такой довольно относительно высокий для тех мест красивый мост причем название у этого моста сам интересно мост вироза на так же как между стейтен айландом и бруклином в нью-йорк-сити мы случайно заметили табличка была вироза на бридж было написано мы посмеялись конечно но через этот мост видимо лошади не ходят я не знаю может быть и мы приходила когда-то это в голову но я так понимаю что они не ходят потому что нигде больше они никуда больше они не ходят нигде их никто не видел они только вот живут на этом острове вот такое было у нас развлечение в один из дней нашего отпуска и вот это я хотел до вас донести всего вам доброго до свидания